Всем привет, мои хорошие! С вами Кемили и сегодня мне приходится переснимать это видео. Вчера утром, прям в это же время, я снимала точно-точно такое же видео. Здесь было два мандарина, точно так же. Но, к сожалению, звук записался очень плохо, точнее было еле слышно. Опять же подводит этот микрофон, он, знаете, специальный, суперчувствительный, и там внутри батарейка. И вот, получается так, что эта батарейка садится, а я про это не знаю. Хотя каждый раз, перед началом видео я, как вкусно, перепроверяю всегда, работает микрофон или нет. Но микрофон, он теперь хитрее меня, он садится в процессе съемки. То есть там вроде бы звук записался, но там настолько тихо, настолько... Мне просто, честно, стыдно, ребят, такое выкладывать. Я поэтому вчера не было видео. А сегодня мне же Али утром пишет, вчера не было видео, говорит. Позавчера не было видео. Ой, то есть поза-позавчера, что это такое, говорит, давай снимай. Реально обленилась. Хотя бы под Новый год надо нормально снимать. Потом в январе уйду в отпуск. Совсем забыла сказать. У нас жареные вкуснейшие пельмешки. Здесь у нас маринованные огурчики, сметанка и два мандарина. Но я обожаю мандарину, как же без этого. Так. Я честно боюсь, возможно, я во влоге тоже самое говорю. Опять же повторять. Я не помню про елку во влоге я вам рассказывала или нет. В общем, сегодня будет влог. Котенку надо было лоточек купить. Два зоомагазина около моего дома. Они закрылись. Пошла в зоомагазин, который находится очень далеко от моего дома. И там тоже как будто зоомагазин рассчитан на хомячков. На рыбок. То есть, они продают рыбки и все то, что нужно для рыбок. Продают, например, попугаев и все, что нужно для попугаев. В общем, там для котиков было очень мало всего. Я купила средства от Блох. И то там тоже обманули. В общем, вы видите во влоге. Как вкусно, ребята. Рецепт я оставлю вам внизу. Если забуду, напомните мне в комментариях. Просто обалденно вкусно. Начали искать елки. В интернете, в инстаграме нашла страницу. Там написано, что продаются елки. Причем очень даже бюджетно. Я говорю, а у вас есть фотографии, чтобы посмотреть, что я покупаю? Тем более, я плачу немало. Там просто дешевле, чем везде. Но просто надо же посмотреть, что ты покупаешь. Я позвонила, и девушка говорит, ой, нет, говорит, у нас магазина нет. У нас онлайн страница. Вот. И у нас все елки, они запакованы, запечатаны. Если мы откроем, потом продать никому не сможем. Я такая, понятно. То есть, а как брать кота в мешке? То есть, я-то не знаю, что я покупаю. А вдруг я открою, мне не понравится. Кому потом предъявлять? Я говорю, неужели у вас хотя бы для витрины нет одной открытой елки? У нас, говорит, есть фотографии от клиентов. И там три фотки. Одна из которых вообще 60-сантиметровая елка. А я хочу метр восемьдесят. Сейчас мне опять начнут в комментариях писать. Ребят, у нас естественных, натуральных елок не продают. Это типа гринпис. Нельзя рубить деревья. И просто вы живете в России, где дофига лесов. Или в Украине, в Казахстане. В Азербайджане такого нет. Да и вообще, если даже была бы возможность купить натуральную, я бы не стала это делать. Просто ради одного месяца веселья. Просто взять, срубить елку. Ну, неправильно это по мне. Раньше мы так делали, но сейчас я понимаю, что это... Не целесообразно. Лучше я в четыре раза больше заплачу. Куплю себе елочку. И каждый год буду ее ставить. Подписчица закинула мне страничку, где можно купить ароматизаторы. Ну, типа, знаете, вы купили искусственную ель. Она же не пахнет, как натуральная. Вы можете под елку поставить свечку, которая как раз пахнет пихтой. Елю. Но будьте аккуратны. Там пожар еще не сделайте. Прикиньте свечку туда положить, потом забыть. И все. Да можно не под елку, можно куда-то в другое место. Главное, чтобы пахло. Иногда, когда задумываешь, что 2020 год заканчивается, я думаю, слава богу. Просто столько всякой фигни произошло в этом году. Столько расставаний. Не знаю. У него подруг. Все самое плохое, что должно было произойти. Я надеюсь, что в 2020 году произойдет. И все. Мне кажется, для всех 2020 год был максимально неудачным. Для меня это так однозначно. Единственное, у меня в работе дела шли очень хорошо и на канале. Вообще супер. А так, в общем и целом, когда брать. Сейчас вот брательник телефон посеял. То есть все самое худшее происходит в этом 2020 году. И мы все закрываем и забываем. Мамочка увидела в одном из цветочных магазинов очень красивые ели. То есть искусственные елки, так скажем. Мама сказала, ой, они такие красивые. Ой, Айка, почем бы не было, надо пойти купить елка. И мама это сказала. Мама не зашла в магазин, она просто мимо проезжала, увидела. Говорит, мама, ой, Айка. Такие елки, говорит. Почем бы не было, нужно брать. Это просто красота. Они такие пушистые, такие красивые. Вместе с игрушками продаются. Я такая думаю, ну, возьмем. И где-то проходит час, мне пишет Жалим. Пишет, что Айка, я зашла в магазин, увидела красивые елки в этот цветочный магазин, про который я говорила. И она говорит, знаешь, по чем там стоят елки? Я говорю, по чем? 400-600 монат. Я такая офигела, нифига из меня. Столько точно платить за елку я не собираюсь. Это слишком дорого, да и зачем? На российские деньги это где-то 35 тысяч за елку. Где я хочу купить, там елка стоит 2,5, причем 180 сантиметров. В общем, когда буду покупать, когда буду украшать, обязательно поснимаю вам. вкуснотища, просто вкуснотища. Кстати, хотелось вам поделиться. В общем, я решила поменять имя своему котику, пока он не привык к имени Крисп, я решила поменять. Объясню почему. Кто не слышит это имя, все говорят, блин, какое сложное имя. Не запоминаются, а что-то попроще не могли придумать. Даже подписчики тоже начали писать, что за странное имя. не в обиду моему любимому. Но мы решили поменять. Поменять на Твикс. Теперь он Твикс. Хотя он не на Твикс, и на другое имя тоже не отзывается. Пока что. Пока что он отзывается только на Кыск-кыск-кыск-кыск. Но привыкнет. Я думаю, что в скором времени привыкнет. Почему я хочу назвать Твикс? Потому что их было двое. от Твикс тоже это две палочки. Причем они были абсолютно одинаковые. Сестра или братик, не знаю. Я взяла одного. Кстати, насчет второго. Я предложила и Фате, котенка. Она не захотела. Предложила другим своим знакомым. К сожалению, никто не хочет. Если среди вас есть желающие взять котенка, приютить, напишите, пожалуйста, на пиар-аккаунт мой. Я вам объясню, где, как можно его подобрать. Жалко же просто на улице. Уже потихоньку дожди. Плохая погода. И поверьте мне, жить с котенком намного интереснее, чем без. Я просто иду вправо-влево, потом опять возвращаюсь и тиску. Это мой Твикс, ты мой сладкий, ты мой булочек, а потом обратно. То есть, сейчас у меня такая мысль, я думаю, блин, как я жила без тебя. В общем, поменяли мы имя на Твикс. потому что крисп немножко сложно запоминается. Вкуснотища. Обязательно, ребята, подписывайтесь на мой инстаграм, если вы хотите видеть почаще Твикса. А еще у меня есть идея снять мукбанг именно Твикса мукбанг. То есть, он просто будет сидеть, кушать что-то вкусненькое. Я хочу еще добавить озвучку. Ну, типа его мысли. Он сидит, кушает и о чем-то рассуждает. Вот если вам интересно, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я хочу снять для вас такой мукбанг. просто надо, чтобы он был голодный. А то я его усажу, он есть не будет. Я начала ему давать меньше еды. Весь у меня сколько он ест. Он, наверное, боится, что потом не будет. Все-таки с улицы котенок, да. Кстати, сегодня к ветеринару. Не знаю, насколько он профит своего дела. Но пусть там уколчики все сделает. Чтобы был у меня красавец не только красивый, но и здоровый. Вы знаете, как сильно я люблю мандарин. ненавижу, когда мама делает варенье из фруктов, которых я люблю. Я очень люблю клубнику. Мама, например, покупает килограмм пять и начинает из этого делать варенье. У меня все, у меня прям инфаркт. Я говорю, мама, остановись, пожалуйста, я все это съем. А зимой что ты будешь съесть? А я варенье на самом деле не люблю. Мне больше шоколадок, там милка, альпингольд. Мне вот достаточно. Прежде всякие варенья мне не заводят. Вкуснее всего фрукты в свежем виде. Там что-то их в морозилку отправляют. Да ну нафиг. Сразу съел три килограмма. Ничего, зимой я есть их не буду. Переживу. кто любит варенье пишите в комментариях. Иногда мне пишут давай разнообразие, давай, не знаю, варенье, давай то. А если я не люблю это, я не хочу кушать то, что я не люблю. Просто заставляю себя. Мне кажется, когда мукбанки заставляют себя, это не приносит ни удовольствия, ни вам смотреть на это не человеку, который снимает это. Зачем? Не доелась. Можно даже найти еще один мукбанк. На этом все. Всех люблю, целую. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам не сложно, если вы все равно меня смотрите, пожалуйста, подпишись. Всем пока.